привет друзья вы на канале бай ч сегодня 6 сентября я знаю что многие уже ждут когда я все-таки выложу видео в котором объявлю о начале своего условного голодания по методу марва огонян я и сама с нетерпением ждала этого дня и наконец-таки он наступил и название моего видео готовы ли мы к условному голоданию она конечно в первую очередь слова мы относится ко мне и к моему мужу поскольку мы вместе начинаем наше очищение конечно же слова мы относится и к моим единомышленникам потому что очень много людей насколько я поняла присоединяются к нам ко мне в этом мероприятии ну и конечно же под словом мы я имею ввиду обобщенный план потому что судя по тому что число подписчиков на моем канале увеличивается с каждым днем значит тема это охватывает все больше и большее количество людей то есть очень много людей уже начинает интересоваться здоровьем восстановлением своего здоровья именно натуропатическими способами не медикаментозными вот поэтому у вас словом и имеет такое широкое значение я уже настолько привыкла к тому что на моем канале постоянно одни и те же люди они постоянно пишут комментарии под видео мы общаемся очень тесно я привыкла к их присутствию настолько что когда я записываю очередное видео я уже мысленно с теми людьми которые вокруг меня каждый день на канале и я обращаюсь мысленно к ним не только мысленно но и вербально обращаюсь к ним и я снимаю свое видео так что некоторые может быть моменты могут показаться непонятными новым зрителям потому что уже очень много было рассказано вообще обо мне что я кто я чем я занимаюсь и поэтому вот я решила исправить немножко эту ошибку поскольку новый зритель который пришел на канал он может не понять о чем я сегодня веду речь о каком условном голодание о каком таком методе об очищении может быть он что-то только немного слышал об этом но не знает конкретики поэтому я если позволите очень коротко чтобы не занимать много вашего времени еще раз прямо обобщенно об этом методе о том к чему мы все-таки приступаем и так год назад я прошла два курса очищения организма по методу марва аганян я причинами которые заставили меня обратиться к этому нетрадиционным методом оздоровления были боли физические боли в моем теле у меня были проблемы такие как остеохондроз плечо-лопаточный периартрит мигрень клеммактерические синдромы ну вот в основном вот эти вот вещи меня беспокоили самое сильное что меня беспокоило это было конечно суставная боль так вот за один курс 21 дневного очищения по методу марва аганян я избавилась от боли второй курс принес мне еще большее облегчение я избавилась от мигрени и вот прошел уже год моего адекватного питания на которое я перешла после двух курсов очищения и этот год пришел принес мне еще более ощутимые результаты я в общей сложности я потеряла 20 килограмм лишнего веса я избавилась от всех боли которые меня преследовали несколько лет и я стала чувствовать себя гораздо более здоровым человеком по сравнению с тем что было год назад то же самое относится и к моему мужу в прошлом году он прошел к сожалению только один курс очищение 21 дневные хотя проблем у него немного больше чем у меня у него плюс к суставным болям и боли позаночники еще имеется такая проблема как астма но к сожалению второй курс не было возможности провести поэтому сейчас вот мы решили что мы возобновляем курс очищения и проходим его вместе почему я решила провести этот курс очищения я уже говорила что на фоне того что весь год я чувствовала себя абсолютно здоровым человеком и меня ничто не беспокоило я делал очень много физической работой я была энергетически очень заряжена эмоционально очень заряжена в общем никаких предпосылок к тому чтобы задуматься о новом курсе очищения у меня не было но вот сейчас по истечении лет и когда прошло у меня через мои руки и ноги очень много нагрузок физических я почувствовала что до стали о себе давать знать мои суставы прежде всего коленные суставы да конечно нагрузка за лето было довольно большой я это признаю потому что работа на земле работа на своем участке по выращиванию еды так сказать дает большие нагрузки и это видимо сказывается но ведь дело не в том что делаем себе нагрузки может быть какие-то посильные там или непосильные дело в том что нагрузки являются всего лишь катализатором то есть ускорителем появление боли причина то первопричина боли все равно лежит в самом организме сам в том что находится внутри а те причины которые их вызывают внешние причины это всего лишь так сказать ну толчки толчки к появлению этих болей поэтому когда я почувствовала что мне начали болеть коленные суставы я первым делом подумала что все таки пришла пора провести очередной курс очищения поскольку я уже поняла что такие курсы приводят к избавлению от болей мы с мужем решили что в этот раз мы начинаем одновременно хотя в прошлом году мы начинали со сдвигом в один месяц но в этот раз мы начинаем одновременно но правда не в один день а со сдвигом в один день потому что у нас только один туалет как вы знаете в первый вечер туалет нужен очень часто поэтому мы один туалет на двоих поделить никак не сможем и так мы решили что мы делаем начинаем курс со сдвигом в один день сначала мы были ну как бы решили что первым первое буду я может так сказать галантно уступил даме место в первых рядах и я была настроена начать именно сегодня вечером 6 сентября но вчера вечером мужа очень сильно обострились боли в поясничном отделе в плечевом суставе в коленных суставах он себя чувствует гораздо хуже чем я поэтому мы сегодня утром пришли к такому выводу что тут уже каждый день на счету потому что терпеть такие более ему тяжело поэтому начнет первый он сегодня он вечером приступает я приступаю завтра ну по сути это ничего не меняет полнолуние еще не закончилась этим дальше все равно идет убывающая луна поэтому поэтому те кто присоединятся сегодня завтра или там в ближайшую неделю они тоже ничего не потеряют присоединиться можно в любой день уже посыпались у меня ко мне в личку и в комментариях уже вопросы относительно всяких там мелких подробностей подготовки к очищению поэтому я сейчас коротенько отвечу тем кто уже ждет по травам 16 трав мы заготавливаем но если вы не успели купить там одну дверь там даже три травы ничего страшного начинайте с тем количеством которое у вас есть просто смешаете в конце концов вы можете всегда докупить недостающую траву докинуть ее потом в этот сбор перемешать снова его и заваривать дальше уже с недостающими травами по меду были вопросы у меня сейчас две трех килограмм трехлитровые банки это где-то 8 килограмм я считаю что пока это будет вполне достаточно поэтому те кто купил 10 килограмм этого я думаю более чем достаточно можно начинать по воде вопросы были какой водой я завариваю траву кипяченый доведенной до кипения или не доведенной здесь я считаю что сильно заморачиваться не стоит если вы заварите кипятком кипяченый закипевшей водой я думаю что никакого большого там убытка вы не получите все равно целебное воздействие трав которые находятся в нашем сборе она все равно будет оказана организм но может быть там на какую-то микроскопическую дозу меньше нежели если мы завариваем травы водой горячей сильно горячей но не доведенной до кипения считается что это вода более полезная я тоже придерживаюсь этой точки зрения но тут уже я считаю это не настолько критично и несколько слов об общей готовности к условному голоданию я имею ввиду общая готовность это технические моменты но там детали да то есть готовы ли мы к условному голоданию если у нас закуплены травы мед лимоны соль сода если у нас закуплена кружка эсмарха грелка градусник для воды что еще до смекта на всякий случай если вдруг случится интоксикация то в принципе можно сказать что мы готовы к условному голоданию теперь это вот такой важный аспект как психологическая готовность вот последние буквально там дней дня три я получила от разных людей несколько сообщений о том что они все заготовили все перечисленное они технически они готовы но они не готовы морально потому что их сковывает страх а страх у них как выясняется перед голодом хочется еще раз сказать что товарищи голодание это не совсем удачное слово для данного метода очищения недаром же она называется условное голодание условное это значит что она не является голодом в чистом виде голод это когда мы вообще ничего не употребляем вообще у нас полностью пустой желудок и вынести это я не знаю это очень тяжело чем и хорош метод метод марва гонян тем что здесь нет голода как такового 3 литра жидкости причем питательные жидкости поступают наш организм за день а то и больше трех литров когда мы подключаем соки свежевыжатые фруктовые овощные когда мы пьем этой чай это травяной с медом соком лимона это же отличнейшее клеточное питание наш организм никак не умрет с голода никак не потеряет сознание более того он наоборот подпитывается большим количеством энергии и о том чтобы бояться голода здесь речи я считаю вообще даже не идет речь об этом вот если мы сумели избавиться от этого страха если у нас в голове есть четкое представление того чем мы занимаемся четкое представление того что убрав еду как таковую из своей жизни мы выключаем пищеварение она выключенном пищеварение у нас начинается очищение организм а ты это и есть наша цель то есть осознав все это в своей голове можно запросто избавиться от страха совершенно ненужного страха перед голодом поэтому если вы это осознали и из страх голода от вас ушел то можно сказать что вы готовы к условному голоданию бояться я считаю нужно несколько другого бояться нужно прежде всего тем людям у которых имеется большой букет хронических заболеваний и которые уже не очень молоды в этих случаях часто бывают ну скажем так не очень приятные и непредсказуемые последствия в виде осложнений заболеваний и если человек самостоятельно проводит очищение и у него случается вот вот эта непредсказуемость с его обострением то я не знаю кто может помочь таким людям конечно стоит бояться самостоятельного очищения и нужно наверное искать поддержки со стороны врачей натуропатов или хотя бы очень опытных людей которые уже имеют большую практику то есть большой опыт по очищению и которые могут смогут реально чем-то помочь я сразу говорю что я в таких случаях помочь не смогу я начинала свое первое очищение когда мне было 53 но я не считала что мои хронические заболевания очень тяжелые поэтому я начала без поддержки специалистов самостоятельно поскольку мне удалось все преодолеть то и в этот раз естественное тоже я пускаюсь самостоятельно плавание вот наверное пожалуй все аспекты которые я хотела осветить по данной теме готовы ли мы к условному голоданию и так если вы готовы если у вас все есть если у вас все закуплено если у вас есть настрой если вы определились со своими страхами или бесстрашием если вы готовы самостоятельно вступать на этот путь то можно сказать что вы готовы думаю что мы будем друг друга поддерживать я желаю всем удачи всем нам большой удачи потому что дело мы делаем благороднейшие по сути это не какой-то подвиг это вообще нормальное совершенно абсолютно нормальное дело которое должен делать периодически своей жизни каждый человек я так считаю поэтому надолго не прощаюсь до новых встреч всем позитивом всего доброго друзья до встречи на моем канале ваше баячьи ваше баячьи